Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем вот с чего. Как чувствуют себя арабские страны на фоне проиранской политики администрации Байдена? Да, Сергей, это на самом деле становится сейчас очень важным, серьезным фактором. И действительно стоит об этом поговорить подробнее. И я бы хотел развить здесь идею, которую сегодня опубликовала в своей статье «Королин Адмиг». Вот развивая ее обиденные ситуации, как раз мы об этом, наверное, и поговорим в первой части. И некоторое время назад в интервью телеканалу Fox News, бывший премьер-министра Израиля, надеюсь, и будущий, премьер-министра Израиля Бенемин Натаньял, объяснил, что борьба, которую он вел против ядерной сделки еще при администрации Обамы с Ираном в 2015 году, спровоцировала стратегическое партнерство Израиля с суннистскими арабскими государствами, которые, в свою очередь, уже породили соглашение Абрама 2020 года. Ведь тогда Саудовская Аравия, Эмираты, Египет и другие арабские государства, наблюдая за упорной борьбой израильского лидера против сделки Обамы с иранским режимом, сделки, которая угрожала им не меньше, чем угрожала еврейскому государству, пришли к выводу, что Израиль вовсе им не враг, а напротив, в нынешней ситуации, самый могущественный и надежный союз. И я очень хорошо помню это развитие ситуации, которое действительно начиналось с того, что Натаньял твердо стоял против ядерной сделки. И лидеры арабских государств, Саудовская Аравия, Эмираты, Эгипта были в ужасе и в шоке от того, что происходит. И все постепенно начинались вот эти встречи, сначала на уровне каких-то министров, даже не министров, военачальников или каких-то экономистов. Из разных стран потом повышался все время уровень этих встреч, и вот уже при Трампе мы стали свидетелями действительно практически создания военного союза. К сожалению, после того, как не стало администрации Трампа в Белом доме и администрации Натаньялу в Иерусалиме, вся ситуация очень сильно поменялась. И вот в контексте этого сближения Израиля и суннистских арабских государств, которое выразилось в соглашениях Авраама, саммит, который состоялся на этой неделе в Шарме-Шейхе между нынешним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, президентом Египта Абдул-Фатахом Ас-Сиси и наследным принцем Эмиратов Мохаммедом Бен-Зиадом, Заидом, оно кажется даже естественным продолжением того, что начал Натаньял. То есть Беннет, казалось бы, продолжает эту ситуацию, эту динамику положительную, безусловно, для Израиля региональную. Ведь точно так же, как арабы пришли к Израилю в 2015 году, когда Обама был готов сдать фактически арабские государства Ирану с потрохами, так и сегодня, когда администрация Байдена собирается заключить еще более опасную ядренную сделку с иранским режимом, сунниты снова обращаются к Иерусалиму, казалось бы, желая упорочить с Израилем координацию своей безопасности. И вот сообщается, что Беннет предложил разработать региональную общую систему ПВО, и здесь, безусловно, это было разумное предложение, с которым трудно не согласиться. Это был правильный шаг обсуждать вот такое вот создание общего регионального ПВО для Израиля и соседних арабских стран. Но, к сожалению, есть очень веские основания полагать, что акценты на встрече в Шарм-Шейхе на этой неделе, они были совершенно иные. И связаны они с тем, как арабские государства видят решение администрации Байдена продолжать политику Барака Обамы по переориентации США на Иран за счет Израиля и своих традиционных арабских союзников, суннитов. Вот мы до начала передачи, Сергей, буквально пару слов перекинулись по поводу того, что в чем причина, то есть почему администрация Обама, а теперь фактически третий срок Обамы, вот Байденовская, коллективный Байден, который, по сути дела, является… Это те же люди, которые были вокруг Обамы. Зачем они так вот пытаются сблизиться с Ираном любой ценой и предают своих партнеров Израиль и арабские государства? И с одной стороны, конечно, возможно, есть место для разных конспиративных теорий о том, что там замешаны какие-то деньги, может быть, даже очень большие деньги. Но не исключено, что это действительно как бы такой подход цинично-прагматичный. Ну, прагматичный я бы сказал в кавычках, потому что на самом деле никакой прагматики там нет. Иран. Давайте мы сделаем Иран, вот этот политический ислам, который представлен в Иране аятолами. Мы его сделаем региональным, хозяином ситуации, а сами уходим. То есть нам Ближний Восток не интересен, и мы там больше ничего не хотим делать, и вот пусть Иран этим делом правит. И многие эксперты именно так и говорят, что это откровенно совершенно Обама, как Байден и как его продолжатель, продвигают эту позицию. Всё равно остаётся вопрос действительно, почему я это делаю. И какого-то ответа за рамками конспиративных теорий очень трудно найти. Совершенно непонятно, зачем Байден проталкивает вот это сближение с Ираном в ущерб Израилю и арабским северским государством. Но так или иначе, ядерная сделка, которую президент США Джо Байден и его команда почти закрыли уже с Ираном в Вене, даёт Тегерану легитимацию и средства для того, чтобы стать ядерным пороговым государством, способным создать ядерный арсенал по своему желанию за два с половиной года. И снятие санкций, являющейся неотъемлемой частью сделки, даёт Ирану финансовые средства для ведения войн по всему региону. И вот на этой неделе в издании «Еврейская служба новостей» была опубликована такая статья специалиста по Ближнему Востоку и бывшего советника Совета национальной безопасности США, доктора Дэвида Ворсмера, который объясняет, что Мухаммед бен Зиад, это фактически человек, который сегодня руководит Эмиратами, и Сиси, и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, и другие арабские лидеры санитские, они рассматривают борьбу за влияние между своими государствами и иранским режимом как своего рода такую кровавую клановую войну. И в течение последних 70 лет народы Ближнего Востока считали США самым влиятельным, по сути дела, кланом в регионе. И в обмен на лояльность США предоставили арабам, суннитам и Израилю защиту. То есть Израиль и арабские государства были лояльны США, и США за это не предоставляли защиту, поскольку были самые сильные. И вот теперь ядерная сделка в клановом мышлении, как поясняет Ворсмер, по сути дела означает, что США идут на уступки иранцам и отказываются от дальнейшей защиты арабов и Израиля. То есть так это видят арабские политики, арабские лидеры, что раньше они были лояльны США, и США их за это защищали. А теперь США сдают регион Ирану и оставляют арабов и Израиль без поддержки, без покровительства. И, по сути дела, заключая эту сделку, США дают понять своим грежним и Левневосточным союзникам, что их жизнь, их имущество и само существование лишились американской защиты и покровительства. И в этих обстоятельствах Саудовцы и Эмирации полагают, что у них есть три варианта. То есть первый вариант — смириться с поглощением своих стран Ираном, второй вариант — начать присмыкаться перед Иранцами, как делают теперь американцы, и спасти свои шкуры, подставив другой клан, например, Израиль. Или же, наоборот, прилинуть к Израилю, чтобы именно тот стал сильнейшим племенем на Ближнем Востоке вместо Америки. Потому что другие региональные игроки, например, Китай, ну или даже Россия, которая в Сирии присутствует, и, предположительно, они могли бы заменить США в качестве самой влиятельной региональной силы, они являются же сторонниками Ирана уже. Поэтому вариантов других нет. То есть либо сдаться Ирану, либо попытаться что-то выдорговать, продав, например, Израиль, либо, наоборот, сплотиться с Израилем и стоять вместе против Ирана. И вот прямо сейчас суниты, с точки зрения Ворсмера, пытаются решить, начать ли присмыкаться перед Ираном или встать на сторону Израиля. Что касается самого Израиля, как объясняет Ворсмер, у еврейского государства на фоне американского предательства собственно есть только один вариант — стать сильнейшим племенем региона. Других вариантов нет. Мы не сможем договориться с Ираном, например, подставив араб. Нам придётся либо побеждать, либо погибнуть. И вот если мы учтём как бы арабское мышление, то, о котором говорит нам Ворсмер, то саммит в шарм шейхе, который произошёл, он будет выглядеть совсем не так радужно, как его пытались представить в израильской прессе. Его продолжаются соглашения Абрама, и мудрый Беннет продолжает дело Натаниял. Натаниял, конечно, плохой, он всё делал неправильно, но вот Беннет продолжает мудрое дело Натаниял. Израильские СМИ — это, конечно, отдельная история, но мы на них откликаться сейчас не будем. Так вот, согласно сообщениям СМИ о встрече в шарм шейхе, которая произошла на этой неделе, основным вопросом, который обсуждали три лидера, Сиси египетский, Беннет и Мухаммед бен Заяд из Эмиратов, основным вопросом было желание Мухаммеда бен Заяда реабилитировать сирийский режим и его лидера Бушар Асаба. В каком смысле реабилитировать? Дело в том, что ещё в 2011 году в ответ на фактически кампанию геноцида, который развернул Асаб в Сирии против собственного народа, его изгнали из Лиги Арабских государств. И теперь Мухаммед бен Заяд, который принял на прошлой неделе Асада у себя в Эмиратах, желает восстановить членство Сирии в Лиге Арабских государств. И Мухаммед бен Заяд предоставляет эту свою инициативу как средство оторвать Асада от Ирана. Мы сейчас его прижмём к себе, и Асад отделится от Ирана, и вот мы у Ирана как бы выгрызем ещё в Сирию. Но, к сожалению, совершенно понятно, что это не тот случай. И Мухаммед бен Заяд совсем не дурачок, он всё это прекрасно понимает. И он вместе с лидером Саудовской арабии Мухаммедом Мин Салманом, наследным принцем, они оба прекрасно понимают, что Асад вовсе не независимый игрок, которого можно, так сказать, чем-то перевестить и переманить на свою сторону. Асад целиком и полностью иранский прокси. У Асада нет ни власти, ни диалогического, ни политического, ни даже физического существования без Ирана. Иными словами, инициатива Мухаммеда бен Заяда, которую он озвучил на встрече в Шармшейхе, не более, чем циничная и опасная интрига, уловка. Уловка, в которую заманивают сейчас Израиль. Циничная, поскольку Мухаммед бен Заяд прекрасно понимает, что в течение нескольких поколений руководство израильских служб безопасности исходило из совершенно чудовищного, на мой взгляд, заблуждения, будто бы Асад и отец и сын могут быть действительно как-то оторваны от Ирана. За что? Сейчас скажу. На протяжении десятилетий израильские генералы выступали за сдачу голландских высот в Сирию в обмен на отдаление Сирии от Ирана. Понимаете? То есть идея у израильских генералов на протяжении десятилетий была совершенно чудовищная. Израиль отдаст Сирии голландские высоты, так, чтобы, так сказать, Сирия вышла буквально на берег озера Кемеры, и фактически вся Галилея была бы просто открыта с высоты голландского плато сирийцем. И за это Асад, ну, сначала Абшар, сначала Хасад, Хасад и папа, потом сын Башар, они тут же полюбят Израиль и скажут Ирану до свидания, и Сирия станет дружить с Израилем. Идея была, конечно, абсолютно безумная, как и любая левая безумная идея, в которой Израиль должен отдать территории и получить якобы мир. Мы же знаем, как это все выглядит. И, конечно же, эта безумная идея не сработала и не могла сработать, поскольку, как я уже сказал, Хасад и Асад, они четко понимали, что их выживание полностью зависит от иранских айтол. То есть они, может быть, они, конечно, приняли бы израильский подарок, но гарантировать, что они отдаляться от Ирана никак не могли, не было никаких шансов. Но, как известно, пустые надежды раз за разом возрождаются там, где привычки сильнее логики. То есть зачем думать, когда мы уже привыкли так считать. И вот импульс бальстить Асада, он не угас даже в 2019 году, когда генеральный штаб армии обороны Израиля пытался помешать США признать суверенитет Израиля над голландскими высотами. То есть Натаньял договорился с Трампом. Трамп, давай, сделай нам такую вот хорошую вещь, признай суверенитет Израильский над голландскими высотами. А израильские генералы бегали в Америку, в Вашингтон отвечали, нет, ни в коем случае нельзя. Но тогда Натаньял их просто игнорировал. Он был премьер-министром, мог, так сказать, отмахнуться от этих назойливых генералов. Проблема в том, что сейчас все по-другому. Байден и его команда ясно заявили о своем намерении восстановить проиранскую политику Обамы еще во время президентской кампании 2020 года. И через несколько недель после вступления в должность они начали проводить это все в действии. И среди прочего, администрация понизила рейтинг связей США с областной Аравией, отказавшись встретиться с Мухаммедом Минсалманом. Тогда они это все привязали к тому, что Саудовская Аравия уничтожила одного из идеологов, братьев-мусульман, расправилась с ним. Ну, довольно по-варварски, но, собственно, так у нас принято. Не то, чтобы ЦРУ никогда не занималась таким вещами. И тогда же они приостановили план администрации Трампа по продаже самолетов С-35 для Эмиратов. Тоже под совершенно безумным, идиотским предлогом, мол, это создает опасность для Израиля. Израиль говорит, да нет никакой опасности, потому что мы прекрасно знаем, самолеты Ф-35, они не взлетят, если Америка не захочет. Даже когда ты их уже купил, там они так устроены. Поэтому Израиль не боится, что самолеты Ф-35 в руках эмиратцев, может быть, могут стать для нас опасностью. Но под эту сурдинку заморозили проект. И тогда же исключили из списка иностранных террористических групп Государственного департамента йеменских террористов Марианита Кайрана хуситов, которые ведут войну с Саудовской Аравией и с Эмиратами. Вот сегодня только хуситы обстреляли Саудовскую Аравию, взорвали там какой-то огромный завод. И вот осознавая эту суровую реальность того, что американское племя, клан, как бы, американский бросил их, эмиратцы и саудовцы стали осторожно приближаться к Тегерану, чтобы проверить перспективы вот этой идеи. Мы предадим Израиль, заключим сепаратными советовыми и, может быть, как-то выторгуем себе немножко времени. Именно в этом контексте необходимо понимать вот этот гамбит, который Мухаммед бен Зиад пытался прокрутить в Шарм-Шейх против Асада в отношении Беннета. Усилия Мухаммеда бен Зиада вовсе не направлены на то, чтобы привлечь Сирию в лоноарабских стран и отвадить Асада от Тегерана. Нет. Речь идет о том, чтобы использовать реабилитацию Асада как средство для того, чтобы приблизить Иран, контролирующий Асада, к арабам. Ну, или, что более вероятно, чтобы приблизить арабов к Ирану. И, как я уже сказал, ситуация сейчас в Израиле другая. В то время как Натаньял, просивший вызов своему военному эстеблишменту, чтобы убедить Трампа признать суверенитет Израиля над голландскими высотами, сказал бы в такой ситуации Мухаммаду бензияду «Ты можешь забыть об израильской поддержке расширения прав и возможностей Асада, потому что Израилю это невыгодно. Израиль не собирается давать голландские высоты, чтобы Иран был доволен и не стал бы обижать Эмиратов и Саудовскую арабию». Но сейчас генералы, мнение которых Натаньял тогда просто игнорировал, теперь отвечают за оборонную политику Израиля. То есть у нас во главе страны сидят просто абсолютно неграмотные и абсолютно политически бесколковые люди Беннет и Лапи. То есть там просто идёт соревнование как в фильме американском «Тупо ещё тупее». Кто сделает большую глупость? Мы об этом ещё попозже поговорим. А генералы, которые как бы более опытные может быть, может быть, даже лучше понимают как-то вот сложность региональных проблем, тот же ГАНС, например, они как раз за то, чтобы да, они считают, что вот мы сейчас отдадим Сирии голландские высоты и Сирия скажет замечательно, мы будем дружить с Израилем, до свидания, Иран. То есть абсолютно непонимание как бы реальных фундаментов. Они видят ситуацию сложнее, то есть они понимают сложность ситуации, но не понимают как она устроена. И вот сообщения в СМИ о саммите, в которых указывало, что Израиль не возражает против инициативы Мохаммеда бен Зиада, то есть Беннет Зиад предложил, давайте попробуем приблизить к себе Сирию, когда все понимают, что идея приблизить Сирию к себе, это, в общем-то, начало предложения про то, что Израиль отдаст Сирии голландский высот. И Израиль не возражает против инициативы, то есть израильская сторона поддерживает эту фантазию о том, что Асада можно отдалить от Ирана. И Беннет со своей командой никак не дал понять, что осознают про иранскую суть предложения Мохаммеда бен Зиада, то есть тут даже как бы дело не в том, что Беннета сейчас уговорят отдать голландский высот. Нет, я не думаю, что Беннет настолько сумасшедший, что может такое даже озвучить. Но проблема тут хуже. Мохаммед бен Зиад закручивает эту интригу, чтобы показать Ирану, что он готов предать Израиль, чтобы договориться с Ираном отдельно. И это как раз тот вариант, который Израилю очень не выгоден, потому что Израилю выгоден вариант, при котором арабы вместе с Израилем будут противостоять Ирану. Но Беннет этой всей ситуации абсолютно не понимает. Генералы восторженно кричат «Вот-вот, мы всегда говорим, что можно Сирию приблизить к Ирану, отдалить от Ирана, если мы, так сказать, начнем с ней сближаться». И Беннет подхватывает эту пургу и фактически сам закрывает для Израиля возможность как бы единственной для Израиля правильного курса на сближение с арабами против Ирана, а не сближение арабов с Ираном за счет Израиля. И мало того, что Беннет и его советники по-видимому не понимают сути реакции арабов на предательство Америки, они не понимают, что Вашингтон предал Израиля, что Израилю нужно найти выход вне американского зонтика безопасности. Беннет и министр иностранных дел Иерлапид и министр обороны Бенни Ганс не считают проиранскую политику Байдена предательством Израиля. Для них это как бы разница во мнениях, что ли. То есть вот, ну, типа, американцы просто не понимают суть региональных вопросов. То есть они действительно, они не видят это все глобально, не видят, что Америка переориентировала свои интересы. Ну, не Америка, конечно, администрация Байдена и говорит, мне не интересен больше ни Израиль, ни Солницкий арабский государство. Я собираюсь сейчас закрывать соглашение с Ираном. Вы можете идти лесом, ну, или убиться в стену, нас это больше не интересует. И наши политики, наши лидеры сейчас нынешние, они настолько ограничены, настолько недалеки, что они не понимают этой ситуации. Они говорят, думают, что просто Байден недопонял что-то, мы ему сейчас объясним, и всё станет хорошо. Хуже того, в своих попытках дискредитировать Натаньяу изо внутриполитических целей, они же видят, что по опросам Натаньяу и сейчас пользуются большей поддержкой, чем эти три пупсика вместе взятых, Лапид, Беннет и Ганс. Они вместе и по мандатам, и по поддержке населения меньше имеют, чем один Натаньяу. И вот, чтобы как-то дискредитировать Натаньяу, эти трое политиков атакуют его за то, что тот убедил тогдашнего президента Дональда Трампа отказаться от сделки Обамы с Ираном в 2015 году. И эти атаки делают для них почти невозможным изменить курс и начать кампанию по дискредитации про-иранской политики Байдена, хотя для Израиля и для израильской общественности совершенно понятно, что это именно то, что должно было быть сейчас. То есть в Израиле большинство людей прекрасно понимают, что наш единственный способ — это вот то, что делал Натаньяу выйти громко против сделки с Ираном, видеть, что Израиль не будет её признавать, будет с этим бороться, вести активную работу в американском обществе и в американском Сенате и в Конгрессе в целом. И тогда это может как в тот раз приблизить к нам арабов. Арабы решат, что им выгоднее быть с Израилем вместе, чем стать фасалами Ирана. Но единственная борьба, которую Беннет, Лапид и Ганс и при этом очень нерешительная борьба ведут, это борьба против заявленного администрации плана отменить решение Трампа считать корпус стражи Исламской революции террористами. Это, конечно, важно, потому что действительно это чудовищно будет, если их вынесут, уберут из списка террористических организаций. Но это упускает важнейшую суть и загоняет Израиль в ловушку, потому что самая большая проблема со сделкой Байдена с Ираном заключается в том, что она даёт легитимацию усилиям Ирана по созданию ядерного арсенала и превращает его в оригинального гегемона. Снятие корпуса стражей Исламской революции статуса террористической организации стало бы ужасным поступком, но это бедствие гораздо меньшего масштаба, чем сама сделка. Более того, если Беннет, Лапид и Ганс добьются успеха в этом направлении, и Байден оставит корпус стражей в статусе террориста, он и его команда будут использовать эту уступку как доказательство того, что они произраильски настроены, даже несмотря на то, что их основная политика ставит под угрозу само существование израиля, понимаете? И вот Саудовская Аравия и Эмираты ответили на враждебность администрации очень четко. Они отказались разговаривать с Байденом и его советниками. Те звонят, а те не отвечают. И гости китайцы Шаэнтони Блинкин, который должен посетить Израиль и, к слову, автономию. Так сказать, раньше при Трампе все-таки в автономию один раз он съездил, пообщался с Обумазанным и больше американцы к ним туда не заявлялись. Теперь снова повадились. Если идут в Израиль, Кровавого Обумазана. Так вот, Блинкин, который должен посетить Израиль и автономию, был вынужден отменить свою запланированную следующую поездку в Саудовскую Аравию и Эмираты, поскольку их правительства просто отказались его принимать. Вот так вот четко. И вместо того, чтобы учиться у арабских партнеров тому, как заставить администрацию платить за свою враждебность по отношению к Израилю, Беннет, как сообщается, пытается, наоборот, лоббировать Саудовцев и Эмиратцев от имени администрации. И вот нам вчера и сегодня стало известно, что Беннет намерен организовать в Иерусалиме во время визита Блинкина встречу на высшем уровне министров иностранных дел с участием Мухаммада Бензиада. С одной стороны, это звучит как действительно продолжение соглашения Авраама. Вот в Иерусалиме собираются министры иностранных дел. Тут тебе и Израиль, тут тебе и Америка, и соседние арабы все. Но эти действия на самом деле совершенно не поднимают имидж Израиля в арабских столицах. Потому что арабская преданность Беннета циничной и безжалостной администрации заставляет его выглядеть слабым и глупым в глазах араб, которые сейчас раздумывают поставить ли свое будущее на Израиль или на Иран. И если Мухаммад Бензиад действительно приедет в Иерусалим, то, скорее всего, он уедет в саммит с соглашением США и Израиля о реабилитации Сирии и, таким образом, расширением возможностей Ирана. То есть Беннет дурачок. Он его использует точно так же, как Путин его использовал для своих целей только что. Сейчас его используют для своих целей Блинкен. И в дальнейшем его используют также и арабы. То есть арабы за счет Израиля приблизятся к Ирану. И Беннет даже не понимает, что вот раздувая свое эго и делая вид, что он тут повторяет достижения Натаньяо, он на самом деле загоняет нас еще больше, еще больше понижает наш статус и имидж внешнеполитический и без того уже достаточно подпорчивает. И дело не в том, что у Израиля нет другого выбора. Наоборот, он есть. Есть другой выбор. И ранее на этой неделе Беннет заявил, что нет смысла проводить кампанию против ядерной сделки, поскольку она уже завершена фактически необратимо. Но это абсолютно неверно. Администрация Байдена политически намного слабее, чем была администрация Обамы. Мы же видим это. И несколько демократов уже публично выступили против сделки Байдена с Ираном. Поэтому ее еще не поздно остановить. Нужно было бы просто как Натаньял бороться, требовать, выступать, говорить, обращаться к каждому демократу и каждому республиканцу, естественно, в Сенате и в Конгрессе в целом. И даже если кампании не удастся помешать продвижению сделки, крайне важно, чтобы Израиль с ней боролся, потому что это, во-первых, мобилизует общественное мнение США против сделки и активизирует политиков с обеих сторон. И это также показывает, что Израиль не будет связан с сделкой, ставящей под угрозу само его существование. То есть мы заранее говорим, можете подписать все, что хотите. Если мы посчитаем, что это для нас опасно, мы сами отбомбим все. Делайте, что хотите с этим. Что еще более важно, перед лицом сирийской инициативы Мухаммада Бензиада, которая прозвучала во вторник в Шарм-6, Израиль должен был бороться с ней, чтобы показать свою силу и серьезность намерения арабам в этот критический момент. То есть вы хотите сейчас идти на сближение с Ираном? Нет, я вам это сорву и наоборот покажу, что вам лучше идти со мной, потому что да-да, мы вместе выстоим. И, конечно, возможно, в 2025 году в США будет уже республиканская администрация, которая займется восстановлением положения Америки как самого влиятельного фактора на Ближнем Востоке и будет восстанавливать свою приверженность к Израилю и к суннитам и бороться с Ираном. Да, но Израиль не может полагаться на подобную перспективу. Слишком высокий риск. И сегодня перед лицом предательства Байдена у Израиля есть только один вариант стать сильнейшим племенем на Ближнем Востоке. Показать арабам, что мы сильны, мы четко знаем, что мы хотим, и мы будем этого добиваться любой ценой. Только так мы сможем не дать арабам сейчас подставить нас и как бы заключить сепаратную сделку. Никак заключить сепаратную сделку с Ираном. Но, увы, нынешнее правительство Беннета этого не понимает абсолютно и ведет себя совершенно обратным образом. И это, конечно, обещает нам очень и очень непростое время. Ну, давайте здесь перерыв, Сергей. Абсолютно. Мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. А если у вас есть вопросы, пожалуйста, сразу после рекламы телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Звоните. Открытый диалог с Александром Непомнищим. Возвращаемся в программу Александра Непомнищего. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вот в связи с предательством Байдена, как ваше правительство собирается использовать стальной купол, поскольку ракеты для него изготовляются в Америке и они могут заблокировать это дело в любой момент, то есть не дать вам ракет. И могут, может ли, из Израиля изготовлять ракеты у себя? И еще один вопрос, можно ли с такой защитой заинтересовать вот эти арабские страны, которые, как говорится, бегают от одного хозяина к другому? И, ну, как бы, за их деньги им это предоставить и, ну, совместными усилиями избавиться от зависимости от вот такого предательского правительства нашего? Спасибо большое. Окей, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я поправлю вас. Ракеты и вообще все, что связано с железным куполом, изготавливается в Израиле. От США приходит некоторая финансовая поддержка, частичная, на изготовление этих ракет. То есть, в самом крайнем случае, просто Израилю придется больше взять из своего кармана денег, чтобы сделать необходимое количество ракет и систем железной куклы. Теперь, что касается того, чтобы заинтересовать этим куполом железным наших соседей арабов. Во-первых, это именно то, что Беннетт, собственно, и предложил на встрече в Шарм-Шейхе на этой неделе. Но проблема здесь более глубокая, более сложная. Нет никакого смысла просто продать им нашу систему, при том, что вот есть вторая модель железного купола, она в целом секретная. И нет никакого интереса, чтобы кто-то еще, кроме за пределами Израиля знал, как она работает и что она умеет делать и так далее, потому что это наш стратегический военный секрет. Можно продать или, так сказать, наладить первого уровня системы железного купола, чтобы прикрыть наших соседей, но как часть общего сближения. То есть не просто мы за деньги им продадим, а действительно, если пойдет речь о том, что мы создаем общий военный союз, как это было при Натаниелле. Но сейчас именно в том-то вся и проблема, что арабы пытаются сразу сидеть на двух стульях. Они смотрят, если Израиль такой слабый и глупый во главе с Беннетом, так может быть действительно лучше сейчас слить Израиль и попытаться договориться с Ираном. Так что все непросто. Спасибо, Александр. Давайте, наверное, перейдем к израильским новостям, что там происходит в Израиле. Окей, давайте перейдем. Если у нас нет вопроса, на который ждет нас в эфире какой-нибудь слушатель, то я бы хотел добавить по поводу железного купола. Есть постоянные уприлки Израилю, мол, почему Израиль не поставляет железный купол, отказывается поставлять железный купол Украине. И здесь, я думаю, очень важно запонять, что это само предложение, оно может быть эффективно в плане пропагандистов, типа, помогите нам, вот у вас есть такой чудесный железный купол, дайте нам. Но это абсолютно нереальная ситуация не потому, что Израиль не хочет, а потому, что, во-первых, железный купол это сложная система. Ее нужно долго делать. То есть у Израиля нет запасных железных куполов, которые можно было вытащить из кармана и дать попользоваться Украине. Свои, которые закрывают Израиль, Израиля, разумеется, дать не может. Во-вторых, даже если бы они были и мы бы их собрали, то потребуется как минимум полгода научить украинских пользователей, операторов использовать эту систему. Это не так, что две кнопки нажимаешь на саму работу. И, в-третьих, территория Израиля немножко отличается от территории Украины. И то, что Израиль может прикрыть себя железным куполом, это понятно. Что можно прикрыть, какое количество железных куполов нужно было бы, чтобы прикрыть Украину или даже какие-то стратегические районы, даже, например, вокруг Киевы. Поэтому вот эта претензия, потому что Израиль не дает железный купол Украине, она просто не состоятельна. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день, господа. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Александр, оденьте, пожалуйста, на такой вопрос, потому что, к сожалению, постоянно слышу, это причем на нашем уровне, то есть люди, которые живут в Чикаго или даже читая некоторые веб-сайты и так далее. Вот, Израиль не помогает Украине. Я не знаю, чем они должны помогать, что они должны, почитайте, что они должны послать свою армию туда воевать, которое абсолютно исключено, потому что никуда не влезает, ни в какие конфликты международные. Или, я знаю, волонтеры от вас едут и деньги оттуда идут. Почему постоянно этот разговор из... Израиль не помогает Украине. Конкретно узнать, я мне никто не сказал конкретно. Разве что, только действительно, что они все пойдет воевать за Украину или как? Как это все? Спасибо, я вас удовольствую вас хочу послушать по-разному. Спасибо. Значит, давайте начнем с того, что Израиль да делает. Во-первых, Израиль действительно уже развернул госпиталь, несмотря на то, что министр финансов Либерман, как мы знаем, у Либерман особые отношения с Москвой, и Либерман сказал, что денег на создание такого госпиталя он не даст, при том, что Израиль всегда в разных чрезвычайных ситуациях по всему миру, сразу же отправляет военный госпиталь полевой, который там спасал Нагаити, спасал в Гватемале, спасал где только он не спасал людей, а здесь, когда было совершенно очевидно, что нужно посылать израильский военный полевой госпиталь, чтобы спасать раненых украинцев, детей, женщин, оказывать гуманитарную помощь, Либерман сказал, денег нет, но нашлись возможности и министры из других министерств выделили своих средств, и таким образом уже есть это, где-то под Львовом стоит этот госпиталь и работает, и спасает людей, реально. Во-вторых, Израиль принял достаточно много беженцев. Когда мы говорим о том, что Израиль принял беженцев с Украины, речь идет не о евреях, обладающих правом на возвращение, это отдельная ситуация. Израиль принял порядка 10 тысяч, если не больше, беженцев с Украины, которые не имеют права на возвращение, то есть реальных украинских беженцев никакого отношения к евреям не имеющих, и продолжает принимать. И это, кстати, больше, чем приняла, например, огромная Канада или Британия или США, это меньше, безусловно, чем Польша, которая находится прямо рядом. Польша приняла около 2 миллионов, уже, по-моему. Но, но тем не менее, то есть, когда Израиль упрекает в том, что не принимает беженцев, это просто неверно и нечестно. И, к слову, как бы, принимает каким образом? Было сказано так, что есть вот квота на 15 тысяч беженцев с Украины, но в эту квоту не входят, например, люди, у которых есть родственники в Израиле. То есть, на самом деле, огромное количество украинцев. У них есть родственники в Израиле. Дальние, но родственники. Все эти люди приезжают сейчас в Израиль и получают статус беженца не внутри этой квоты в 15 тысяч. Поэтому, реально, цифры могут быть, на самом деле, еще через несколько недель гораздо больше, даже чем то, о чем мы сейчас говорим. Почему же, так сказать, Израиль упрекает? Здесь я вижу несколько направлений. Первое направление это банальный антисемитист. То есть, это я вижу даже у тех блогеров, например, ведущих блогеров русскоязычных, которые сейчас пишут очень жестко против войны на Украине, описывают эту чудовищную ситуацию. Но, в итоге, как бы, если можно упрекнуть Израиль, обязательно упрекают. Например, сегодня в городе Нитания состоялся митинг примерно из 30-40 прорусских настроенных, так сказать, людей. Непонятно, даже сколько из них было израильтян. Какое-то количество израильтян там, безусловно, было. Остальное, возможно, это были работники посольства российского. Они махали российскими флагами, кричали победу Путину против нацизма и так далее. Рядом была демонстрация тоже небольшая за Украину, против этой войны и против Путина. Фотографии этого самого митинга пророссийского появляются у блогеров, описывающих ситуацию. Вот мы в Израиле поддерживают Путину. Зачем это делается? Просто потому, что хочется в очередной раз лягнуть, пнуть Израиль. Кроме того, мы видим, что и американская администрация сейчас продвигает вот эту позицию антиизраильскую. В целом, как бы в рамках общего нарратива антиизраильского, который администрация Байдена очень активно развивает, и это тоже использует ситуацию на Украине, чтобы попинать Израиль. То есть, ах, Израиль не принимает беженцев. С какого перепугу? У нас нет границы общей с Украиной. Потому что мы принимаем десятки тысяч и примем, видимо, еще. И это несмотря на то, что у нас очень ситуация хрупкая, демографическая и национальные вопросы и так далее. Но мы принимаем этих беженцев, хотя мы не граничим, больше, чем Америка или Канада приняли до сих пор. Но именно нас ругают. Это администрация Байдена тоже, так сказать, подводогревает эти настроения. Ну и, может быть, третий момент еще. Когда дело касается о борьбе народа против какого-то более сильного противника, на Украине, возможно, вообще в многих других странах есть некий миф, что вот Израиль такой молодец, он героически стоял насмерть против окружающих его арабов, выставил, и поэтому он как бы должен помогать всем в похлухожих ситуациях. Да, не должен, потому что, во-первых, не может, во-вторых, не должен. Мы маленькая страна, у нас очень сложная ситуация на сирийской границе, где мы граничим практически с Россией. Нам нужно с ними как-то договариваться. И, на мой взгляд, то, что делает сегодня Израиль для Украины и для украинцев, это даже больше, чем он мог бы делать, исходя там из соображений гуманитарных. Гораздо больше. Есть, возможно, аспекты, о которых мы сейчас говорить вообще не будем, которые не обсуждаются, но, опять же, касаясь военной помощи. Окей, Сергей. У нас есть вопросы? Да, и следующий вопрос. Добрый день, пожалуйста, Уфин. А приглушите радиоприемник. Одну секунду, извините. Вы знаете, у меня не вопрос. Я хочу просто короткое замечание. Вам надо убрать теперешнее правительство Израиля, которое куплено нашими глобалистами. Поэтому неудивительно то, что они все творят против того, чтобы Израиль оставался долго Израилем. Это мое мнение. Извините, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Была бы такая возможность, наверное, сделали бы, к сожалению. Алло, слушаем вас. Алло, это меня? Да. Спасибо большое. У меня такой вопрос, три вопроса, на которые я знаю ответ. Я задам в темном афере. Какие санкции вводила Украина против Сирии и других оккупантов в пользу Израиля? Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Сколько госпиталей развернула Украина на территорию Израиля во время всех израильских войн? Это мой второй вопрос. А теперь мой третий вопрос. по организации объединенных наций. Как выступала Украина в поддержку Израиля в организации объединенных наций? И вы знаете, я хочу, чтобы не Александр уважаемый ответил на этот вопрос, а украинцы. Пусть они позвонят в открытый эфир и ответят на мои вопросы. Теперь маленький комментарий. Причем я против войны, я сразу же говорю. Но теперь маленький комментарий. Украинцев и Украины всегда мешали евреи. Я не знаю, мешали ли им русские, но евреям мешали точно. Евреи убрались из Украины. Какого черта Израиль их принимает на своей территории? Спасибо. У меня все. Я не думаю, что это был вклад в то, чтобы погасить напряжение, которое существует здесь и в Израиле. Я попробую ответить коротко. Во-первых, что касается голосования Украины в ООН, да, в Израиле хотелось бы, чтобы Украина голосовала больше за Израиль и меньше против Израиля. Мы знаем, что несколько раз совершенно точно украинцы жаловались израильтянам, что они хотели голосовать иначе, но не давила американская администрация Обамы, а затем Байдена, чтобы они голосовали против Израиля. Мы это знаем. Теперь Израиль обычно не просит развертывать у себя военные госпиталя, потому что он сам справляется с ситуацией, ему не нужна внешняя помощь. В-третьих, безусловно, между, как бы, можно было бы сказать, что на Украине сселен антисемитизм, и все, как бы, считали, знали, что это так и есть, но, в общем-то, немножко смешно обвинять страну в антисемитизме, когда глава правительства и, похоже, министр обороны этой страны евреи, причем даже не очень скрывающий своего еврейского происхождения, да, они постоянно подчеркивают, что они часть украинского народа, они гордые украинцы и так далее, но на лице Зеленского все написано, и он этого даже не скрывает, что он еврей, и, как бы, то, что украинцы выбрали его президентом, говорит о том, что, видимо, все-таки разговоры об антисемитизме украинском, они сильно преувеличены. И поэтому, да, можно вспомнить много чего, но сейчас ситуация, когда чудовищная война, абсолютно несправедливая и ничем не объяснимая, никакие, так сказать, претензии российские не объясняют вот того, что происходит. На этом фоне помощь Украине это отдельно, а как они потом будут относиться к Израилю, это уже мы отдельно поговорим об этом. И, да, хотелось бы, чтобы они относились к нам более дружественно, но и то, что было, на самом деле, было неплохо. Уж точно Россия голосовала в ООН против нас гораздо больше, гораздо чаще, чем в Украине, если уж не так пришло. Спасибо, спасибо, Александр. Давайте, наверное, все-таки о новостях, о событиях, которые произошли в Израиле. Да, ну, если очень коротко, я так понимаю, что времени у нас не так много осталось, во-первых, у нас за войной на Украине, как бы, даже от самих израильтян, а уж тем более в мире, осталось незамеченным то, что у нас за последний месяц в Израиле было восемь терактов. Были времена, когда это, как бы, казалось рутиной, то есть в Израиле в 2000-х годах, например, терактов было по несколько, в один день могло случиться, очень тяжелых. Но как-то вот после 2014 года Натаньял это дело снял с повестки дня, и мы действительно привыкли к тому, что терактов больше происходит в Европе, скажем, исламистских терактов, нежели в Израиле. Ну вот, сменилось правительство, которое, как заметили наши слушатели, надо будет сменить. Безусловно, надо его сменить как можно быстрее. И за один только март у нас уже восемь терактов, причем последний был тяжелый, в нем погибло, было убито террористом четыре человека, два мужчины и две женщины. И что самое страшное на самом деле, большинство этих терактов было организовано израильскими арабами. Это некая новая вещь, которую раньше мы с ней не сталкивались. То есть раньше террористами были арабы из Иудеи и Самалии или из Газы. И нам это подавали как то, что Израиль оккупирует эти земли, исконоарабские, да, иудеи, исконоарабские иудеи, и поэтому арабы оттуда приходят нас убивать. Но сейчас речь идет об израильских арабах, которые убивают евреев. И это очень серьезно. Но а как реагирует на это правительство? Правительство реагирует на это совершенно в своем стиле, в бенеталапитском стиле. Как я уже сказал, это стиль из фильма «Тупой, еще тупее». Министр полиции прибыл на одно из похоронных мероприятий вот после этого теракта, где убили четырех человек. Дело в том, что там была совершенно жуткая ситуация. Полицейский, точнее, даже не полицейский, работник тюремного обеспечения безопасности в тюрьмах, он услышал по рации, что теракт прибежал к этому месту и увидел там убитую свою жену. Представляете, какой ужас. Он увидел, что одно из жертв террориста это его жена. И вот на следующий день он его хоронил. И туда приехал министр полиции Барлиев от партии труда. Человек крайне левых взглядов, который говорил, что поселенцы главная проблема, что нужно их лишить оружие. Так сказать, делал всякие пакости еврейским жителям Иудеи и Самарии. И он стал выступать на этом мероприятии на похоронном и сказал, значит, мы не успокоимся, пока мы не найдем и не накажем этого террориста. Чем вызвал безумное замешательство в обществе, потому что этого террориста пристрелили. Вот в ходе этого теракта два жителя страны с оружием в итоге, кстати, его пристрелили. Не очень ясно, кто из них, но это как бы не так важно. Важно, что его уже пристрелили и об этом знала вся страна. То есть каким астронавтом нужно быть, чтобы ты министр полиции? У тебя вчера был теракт, в этом теракте убили террориста, ты приезжаешь к своему подчиненному, чтобы выразить ему соболезнования, и ты сообщаешь, что полиция будет преследовать террориста, пока его не найдет. То есть где он вообще был, о чем он вообще думал? Фантастика. Но проблема, конечно, еще больше, еще шире, потому что в целом эта ситуация, этот теракт был, кстати, в Бершеве, в столице Негива, южной части страны. Того самого Негива, который сейчас нынешнее правительство по сути дела отдало на откуп радикальным исламистам из партии РАМ, братьям-мусульманам, и заплатил им 50 миллиардов, больше 50 миллиардов шекелей на как бы развитие и на укрепление своего присутствия, по сути дела, сдавая суверенитет над этой территорией, кстати, суверенной территорией Израиля с 48-го года радикальным исламистам. И результат, естественно, не заставился долго ждать вот этот самый теракт. И в целом ситуация в Негиве очень ухудшается. И многие говорят, типа, Анатаньял тоже мало что делал. Это правда, что не было сделано достаточно. Но правительство Натаньял шло в нужном направлении, не всегда быстро, потому что мы понимали, какое сопротивление внутриполитической, внешнеполитической, чего там только не было. Но в целом направление было правильное, укрепление израильского суверенитета. Сейчас направление противоположное. Уничтожение израильского суверенитета, укрепление суверенитета радикальных исламистов в Неге. И это, конечно, бомба замедленного действия, которое, когда же, Когда мы сгоним правительство Беннета Лапида, нам еще предстоит очень долго расхлепить. Спасибо огромное, Александр. Вчера его застрелили, и ты об этом не можешь узнать, как министр правительства. Ну, так уже вбилось в их тупые головы вот эти клише. Спасибо. Этот человек отвечает за нашу безопасность. Спасибо, Александр. До следующей встречи. До встречи.